Материалы исключительно природного происхождения и сложнейшее исполнение. Японской художественной технике Нихонго мастер Юкия Кондо посвятил всю жизнь. А сегодня своей миссией считает необходимость донести до людей то, насколько важно взаимодействовать не только друг с другом, но и с природой. Искусство для всех – это не только выставка работ, но и серия мастер-классов известного художника. Большое внимание на мастер-классах Юкия Кондо уделяет материалам, с которым работают его ученики. Каждая деталь здесь сделана с большим мастерством, основанным на знаниях законов природы и японской эстетики. Так краски для Нихонго делают из перетертых в порошок самоцветов, например, из ультрамарина или малахита. В зависимости от степени измельчения из одного минерала можно получить до 16 цветовых оттенков. Также для традиционной японской живописи используют черную тушь, сусальное золото и серебро, тончайшую платиновую и алюминиевую фольгу. Все участники мастер-классов работают исключительно с традиционными японскими материалами техники Нихонго. Это такие вот кисти, бумага и даже такая необычная ступка, в которой все участники толкут фольгу, таким образом посыпая ее на картинку. В итоге получается приблизительно вот такой результат. Мы рисовали какими-то красками с шариками, красными, желтыми. И еще мы рисовали розовыми красками, они тоже необычные, и зелеными, и фиолетовыми. Я рисовала ландыш, горы, луну и птички. Техника Нихонго особенно сложна тем, что получить нужный оттенок, смешивая пигменты минералов, невозможно. Добиться необходимого цвета можно исключительно степенью их измельчения и путем многослойного нанесения краски на фактурную бумагу. На мастер-классах ученикам Юкио Кондо не только старается рассказать о том, что такое Нихонго, и дает возможность создать им свою работу, но и напоминает о вечной гармонии природы и нашей к ней сопричастности. Природа для всех нас, жителей Земли, очень важна. И такие проблемы, как загрязнение атмосферы, глобальное потепление и многие-многие другие, не могут нас не волновать. Нам всем необходимо с этим бороться, чтобы сохранить планету для наших потомков. 46 работ художника представлены во Владивостоке сразу на нескольких площадках – в Приморской картинной галерее и в выставочных залах арт-этажа. Помимо Нихонго, это элитографии и работы, выполненные акварелью и карандашом. А с некоторыми из них можно в буквальном смысле соприкоснуться. Он разрешает трогать свои работы, буквально смотреть на ощупь. Сделал изумительную книгу художников, в которой каждое произведение выполнено в миниатюре по технологии, которая позволяет человеку слепому понять, там очень важна есть особенность требования к фактурам и к завершенности линий. Это фактически работа осмыслена в методике доступности для слепого человека. Для Юкио Кондо Владивосток – не просто город. Побывать здесь он мечтал уже очень давно. Дело в том, что еще в детстве художник пережил землетрясение в городе Ниегата. Школа, где он учился, была разрушена. А когда здание восстановили, то в его холле провели выставку картин капитана и владивостокского художника-мариниста Павла Куянцева. И долгое время Юкио Кондо мечтал провести выставку у нас в городе. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Продолжение следует...